Добрый день! Рада приветствовать вас в 16 выпуске рубрики И сегодня мы рассмотрим два новых иероглифа Горячий и холодный Вы смотрите написание иероглифа горячий И слова, в которых он встречается Ки он, температура воздуха Ондоль, каменная система отопления Ондоль Онтон, горячий источник Те онге, термометр, градусник И оннанха, потепление Ки он, температура воздуха В ноябре температура воздуха снижается, а световой день сокращается Ки он, ки нере садо, сообще 40 токаци орыл 수 있습니다 Температура воздуха может достигать 40 градусов в тени Ильки, ебое даримеон Онэль, паме нын, ки он, янхаро, нырёганда гаммита Согласно прогнозу погоды Температура воздуха сегодня ночью опустится ниже нуля Ондоль, каменная система отопления Ондоль Ондоль Ондолем называют корейскую систему подогрева пола Эта квартира оборудована хорошим столом, удобными стульями и системой отопления ондоль Я могу с уверенностью сказать, что ондоль – удивительно удобная система Ондоль – горячий источник Я поехала на горячий источник, чтобы отдохнуть там душой и телом Ондоль – горячий источник, чтобы отдохнуть в горячий источник После дня прогулок по горам, мы сели отдохнуть в горячих источниках Ондоль – горячий источник, в горячий источниках зачастую много минералов Термометр – градусник В случае, если вы разбили ртутный градусник, нельзя выбрасывать его просто так Кано사는 агии, 입соке, кожа твотон, че онгиры пенео, че онгиры гирок했습니다 Медсестра достала градусник из арта ребенка и записала температуру тела Я думала, что у меня жар, но измерила температуру градусником и оказалось, что она обычная Оннанхва – потепление То есть процесс того, что земля становится более горячий и часто употребляется словосочетание 지구 оннанхва Оннанхва – потепление Глобальное потепление вызвало изменение океанических течений Фразеологизм госасонго, связанный с иероглифом горячий – это онго чишин Познавать новое на основе прошлого Традиции народа должны быть унаследованы творчески, на основе духа расширения знаний и изучения прошлого Написание иероглифа «холодный» и слова, в которых он встречается Нэнгмян – холодная лапша, нэнмян Нэнгсу – холодная вода Нэнгбан – система охлаждения, кондиционирования Нэнджангу – холодильник И нэнсо 적 – циничный Нэнгмян – холодная лапша, нэнмян Здесь все просто нэнг – холодный мён, лапша Мой друг очень любит нэнмян и есть его даже зимой Сивониан нэнгмян – он и масель 항상 добавим Прохладный нэнмян всегда возбуждает аппетит Нэнгмен – кочужан с чесушей вместе с циклом Нэнмян подается с перцевой пастой кочужан и овощами Мой муж каждое утро на рассвете купается в холодной воде в источнике перед домом. Тот мужчина мучился от жажды, поэтому выбил целое ведро воды залпом. 아침에 일어나면 냉소를 한잔 마시고 컴퓨터를 켭니다. Когда я просыпаюсь утром, я выпиваю стакан холодной воды и включаю 컴퓨터. 냉방, система охлаждения, кондиционер. 여름에 냉방, 시설이 없는 차를 타는 곳을 고용입니다. Ехать в машине без кондиционера, летом, очень изнурительно. 이 집은 냉방이 잘 되어 있어서 열대야에도 시원하게 지낼 수 있습니다. В этом доме отличный кондиционер, поэтому прохладно даже жаркими тропическими ночами. 공장에 냉방 상태가 낙후되어서 작업 효과가 떨어지고 있습니다. система охлаждения завода устарела, поэтому эффективность работы снижается. 냉장고, то есть буквально холодный шкаф, это холодильник. 냉장고에도 균히 살 수 있으므로 늘 깨끗하게 전소를 해주는 곳이 좋습니다. Так как в холодильнике могут жить бактерии, нужно постоянно поддерживать в нем чистоту. 이 제품은 일단 개봉한 후에는 냉장고에 보관해야 합니다. После открытия этот продукт нужно хранить в холодильнике. 냉장고는 주부들이 사연하게 편리하게 만들었습니다. Этот холодильник создан, чтобы облегчить жизнь домохозяйкам. 냉소적, то есть с холодной улыбкой, это циничный. 이 작품은 우리 사회에 여러 가지 문제들을 냉소적으로 분자하고 있습니다. Это произведение цинично высмеивает проблемы нашего общества. 우리 친구는 모든 사람에게 냉소적인 태도를 취합니다. наш друг цинично относится ко всем людям. 그 여자는 세상에서 인정하지 못한 지식인 특유의 냉소적 말투를 가지고 있었습니다. эта женщина разговаривала циничным тоном, не признанным в мире гения. большое спасибо за просмотр! Увидимся в следующем выпуске! 1 2 3 4 5 6 9 9 9 10 10